Всем привет, с вами iMoon. В этом видео я хочу рассказать о своей новой аудиокарте Focusrite Scarlett 2i2. Сравните её со своей старой внутренней PCI карточкой ESI Yulia, а также внутренней встроенной материнской платы Realtek HD. Для начала давайте я расскажу базовые характеристики звукового интерфейса от Focusrite. Итак, перед нами модель Scarlett 2i2. На передней панели находятся два комбинированных выхода на XLR или Jack с регуляторами громкости и световыми индикаторами вокруг. Под регуляторами громкости находятся кнопки Inst для переключения уровня сигнала с линейного на инструментальный. И кнопка Air, которая является новинкой третьего поколения. Она включает режим, который эмулирует звучание легендарных ISO предусилителей Focusrite. Также на передней панели есть кнопка включения фантомного питания, которая пригодится при использовании конденсаторных микрофонов, например, такого как у меня, на которой, собственно говоря, я и записываю данный обзор. Есть кнопка Direct Monitor для прослушивания сигнала с микрофона без задержки. Справа находится большой регулятор громкости мониторов и правее разъём на наушники и регулятор громкости для них. Отдельно отмечу, что именно это и стало основополагающим фактором при выборе модели Scarlett 2i2, поскольку я использую в работе и мониторы, и наушники. И очень удобно, когда есть две независимых ручки громкости для этого дела. На задней панели всё довольно просто и аскетично. Два балансных выхода на мониторы и USB-C для подключения к компьютеру. Качество сборки радует. У карты классный внешний вид, металлический корпус красного цвета, у регуляторов приятный маслянистый ход, кнопки не люфтят, да и в целом девайс составляет приятные ощущения. В коробке, помимо самой карты, можно найти только USB-кабель. Нету даже никаких бумажек или инструкций, за исключением принта на внутренней стороне коробки. В общем, довольно спартанский набор, ничего лишнего. Казалось бы, довольно скромная комплектация, но при регистрации вашего девайса на сайте Focusrite вы получаете довольно много софту в придачу, среди которых есть Pro Tools First, Ableton Live Lite, один из четырёх инструментов XLN Audio Addictive Case, я, например, выбрал Grand Piano, доступ на три месяца к сервису Splice, где можно скачать лупы, пресеты, сэмплы и прочее, пачку VST-плагинов от Focusrite и Softube, плюс к этому раз в два месяца Focusrite бесплатно раздают VST-эффекты и инструменты от своих партнёров. Я, например, урвал неплохую гитарку Virtual Guitarist Iron, которая мне понравилась и, я думаю, буду использовать её по мере надобности. В общем, неплохой набор, и суммарная стоимость плагинов перекрывает стоимость самой звуковой карты, что, конечно же, не может не радовать. Итак, со внешним видом и комплектацией Scarlett мы разобрались, давайте переходить к моему личному опыту использования этого аудиоинтерфейса. Для начала небольшой дисклеймер. Данное видео не претендует на истину последней инстанции, в первую очередь я хочу поделиться с вами своим личным, субъективным мнением и опытом в использовании этого аудиоинтерфейса и звуковых карт в целом. Ответить на вопросы, кому и нужна ли звуковуха сейчас, в 2019 году, стоит ли переходить на новую карту, если у вас уже есть старая звуковая карта, которая вас устраивает, или может стоит поставить ASIO for All и пользоваться встроенным материнку звуком. В любом случае, все мы люди со своим мнением, так что пишите обязательно ваши комментарии, я все прочту, всем постараюсь ответить, и не забывайте, конечно, ставить лайки и дизлайки, если вы согласны или не согласны с этим видео, таким образом вы меня поддержите, поддержите мое начинание, буду вам крайне признателен. Я довольно долгое время уже задумывался об апдейте своей звуковухи. Моя прошлая есть июля, это внутренняя звуковая карта, и вставляется она уже в довольно устаревший PCI-слот материнской платы, не путайте с современным PCI-экспресс. Это уже как минимум одна из причин, такой разъем найти на современных материнках становится все сложнее и сложнее. Мне вот повезло и удалось найти такую материнку, когда последний раз я менял процессор и материнку соответственно. Но думаю, уже в ближайшем будущем, при потенциальном огуре де железа, это будет нереально сложно. В Scarlett'е таких проблем, конечно же, нет, USB крайне популярный интерфейс, и при желании и наличии нужного провода, вы сможете подключить карту от Focusrite хоть к iPhone. Еще одна причина моего апдейта как раз состояла в том, что у меня была внутренняя звуковая карта, и поэтому у меня не было никаких внешних органов управления, таких как, например, банальная ручка громкости. В свое время я нашел выход, приобретя недорогой микшер от Behringer, который, собственно, и выполнял роль ручки громкости. На это он только и годился. При этом, несмотря на то, что на нем было выхода наушники, регулятор для них отдельный, звук в любом случае выходило на мониторы, и чтобы послушать звук чисто через наушники, нужно было физически вырубать мониторы, то есть либо их выключать из сети, либо выключать их сзади тумблером. Это было жутко неудобно. Потом, конечно, я придумал классный лайфхак подключить свои мониторы в отдельный удлинитель, на котором был и думблер, включение-выключение, и по мере надобности просто большим пальцем левой ноги включал-выключал свои мониторы через удлинитель. Да и после пары лет эксплуатации этого микшера появились какие-то хрипы и трески при регулировке громкости. В общем, микшер оказался весьма постресным, что, впрочем, было ожидаемо. Также несколько лет назад я занялся стримингом, и плюс к этому сейчас видеоконтентом на свой YouTube-канал, поэтому я купил неплохой конденсаторный микрофон от SE Electronics X1, и у меня был еще преамп. И вот при записи микрофона был небольшой, но все же шум наводок, который я никак не мог побороть, да и уровень сигнала записываемый был недостаточно велик, поэтому при нормализации вылезали все эти шумы. Focusrite, наконец-то, этой проблемы нет. Микрофон пишется с очень хорошим уровнем громкости, совсем без шумов. Режим Air присутствует также, который делает звук чуть-чуть поярче, чуть приятнее. Для голоса вполне себе здорово это работает, так что надо быть в отдельном преампе отпадает. При работе с аранжировкой, особенно с тяжелыми и нагруженными проектами, никто не застрахован того, что проект не вылетит, потому что может случиться какая-то ошибка. Так вот, при использовании Юли, при таком вылете, ASIO Driver крашился намертво, и я не мог его использовать, пока не перезагружу компьютер. Хоть у меня и SSD диск, но, как бы, это вроде и мелочь для меня, но приятного мало, это надо перезапружать компьютер, все дела. У Scarlett такой проблемы нету, если проект вылетит, то я просто запускаю Reaper заново, и ASIO прекрасно работает без всяких проблем и капризов. Один из немногих аспектов, в котором Юли выигрывает, у него больше запас громкости, я проверял это на мониторах, подключить наушники напрямую к Юли, у меня не было возможности. Но при этом, у Scarlett запаса громкости хватает с лихвой. У меня 300-томные мониторные наушники от Sennheiser, и на Scarlett их можно выкрутить достаточно неплохо. Громкости хватает вполне. Этим никак не может похвастаться встроенной материнку Realtek HD Audio. Здесь он проигрывает в сухую. Там даже максимальной громкости порой не хватает для моих наушников в некоторых ситуациях. По поводу качества звука, конечно, интересный вопрос. Не знаю, мне кажется, все современные звуковые карты плюс-минус как-то уже одинаково звучат, потому что я сравнивал, перевтыкал свои наушники то в Scarlett, то в Юлю, то во встроенный звук, и какой-то кардинальной разницы, да даже какой-то микроскопической разницы я не смог услышать. Разве что различается громкость, да, а так по частотам они, по-моему, звучат вполне себе одинаково, то есть никто из них не звучит более глухо или более ярко, но нужно учитывать, что, например, у меня встроенный звук вроде как считается даже достаточно неплохим. Встроенный в мою материнскую палату, я почитал какие-то обзоры, и в моей материнской палате вот звук хвалит. Вообще, последний раз, когда я слышал разницу между звуковыми картами, это было уже фиг знает сколько лет назад, когда я поменял свой старенький Sound Blaster Live на модных в то время дровах, которые делали из него Ему Аудио, ставьте, кстати, лайк, то в теме на Еси Юлия, я поменял свой Sound Blaster, короче, и тогда я заметил, что вот Юлия-то звучит поярче чуть-чуть, стало вот чуть-чуть побольше высоких частот, и всё. То есть разница была очень незначительная, так что я, в принципе, не удивлен, честно говоря, ну или я глухой. В общем, напишите мне в комментариях, если вы слышите разницу в качестве звука разных звуковых карт, или знаете какую-то методику сравнения этих звуковых карт без использования дорогущего оборудования. После покупки новой звуковой карты я полез в свой самый нагруженный проект, который у меня притормаживал. Каково же было моё удивление, когда тормоза пропали, и я даже смог поставить меньшую задержку, но, получив вопрос в комментариях, будет ли меньше тормозить в проектах, я провёл следственный эксперимент, и даже поставил популярный Asio for All Driver для встроенных звуковых карт без поддержки Asio. Эксперимент расставил все точки над И, и спустил меня с небес на землю. Увы, ребята, чудес не бывает, и все карты загружались абсолютно одинаково. Разве что при одинаковом размере буфера Asio for All давал всё же большую задержку, чем Scarlett и Yulia. Но почему же тогда не тормозил мой нагруженный проект, который тормозил раньше? А всё просто, трек надо было дописывать и сдавать на лейбл, так что мне удалось его оптимизировать и избавить от тормозов, о чём вскоре я благополучно и забыл. А все тормоза случаются, потому как процессор не справляется с нагрузкой. ВСТ эффекты и инструменты кушают именно процессор, а сэмплеры ещё и оперативку. Так что, если вы ограничены в бюджете, советую вместо покупки звуковой карты подкопить и в самую первую очередь купить мощный процессор. Это крайне важный элемент вашей студии наравне с мониторами или мониторными наушниками. Я бы вам посоветовал процессор от Intel, i7 прекрасный, например, процессор для работы со звуком. Я сейчас работаю на процессоре i7-7700K, до этого у меня долгое время был i7-870, одного из первых поколений. И тут уже, чем у вас будет круче процессор, тем вам будет проще и приятнее работать с большим количеством ВСТ эффектов, ВСТ инструментов. Так что, тут, наверное, экономить вообще не стоит. Ну что же, подводя итог, могу сказать, что я не жалею о покупке данного девайса. Лично мне стало работать удобнее и комфортнее. Звук меня устраивает более чем. Качество записи микрофона просто прекрасное. Если вам нужно записать голос, или вы занимаетесь стримингом, или хотите записать качественно гитару, то я настоятельно рекомендую Scarlett к покупке. Вы не пожалеете. Но является ли покупка звуковой карты чем-то необходимым для тех людей, кто пишет чисто электронную музыку, не собирается при этом записывать голос или инструменты, поможет ли она добиться лучшего звука или большей производительности? На мой взгляд, нет. В первую очередь, самое главное в домашней студии это хороший звук. А именно пара мониторов или хотя бы хорошие мониторные наушники. Да, в наушниках сводить еще то удовольствие. И зачастую, когда я начинаю писать трек в наушниках, потом приходится пересводить на мониторах из-за проблем на басах. В любом случае, это будет гораздо лучше, чем пытаться сводить на Hi-Fi или тем более мультимедийных компьютерных колонках. Если у вас все хорошо по звуку, то во вторую очередь, я бы посоветовал обратить внимание на ваш процессор. Поскольку хороший процессор очень нехило экономит ваши нервы и время. Согласитесь, неприятно утыкаться в потолок возможностей вашего творческого потенциала, когда мощностей компьютера перестает хватать. Все начинает хрипеть, захлебываться, умирать. Да, все можно переводить в аудиодорожки, таким образом экономить ресурсы вашего ПК. Но, по мне, это не совсем удобно. Если понадобится сделать какие-то правки в той дорожке, которую вы перевели в аудио, это еще тот геморрой. Если же у вас все хорошо со звуком ПК и вы хотите сделать процесс написания вашего трека еще более удобным, то почему бы и нет? Если финансы позволяют, берите себе звуковую карту. Хуже точно не будет, а комфорта в работе прибавится. Просто не стоит думать, что с покупкой звуковой карты пропадут тормоза и звук станет сильно лучше. Да, лучше станет, но не кардинально. Все же, в первую очередь, качество трека зависит от вашего опыта. Вполне себе можно писать хитовые работы и на встроенном звуке на том же ICO4ALL. Итак, если вы до сих пор смотрите это видео, надеюсь, оно вам понравилось. Так что с вас лайк. Это мой первый подобный обзор, не судите, пожалуйста, строго. Буду рад любой вашей критике, особенно конструктивной. Эту карту я покупал за свои деньги. Смысла обманывать вас у меня никакого не было. Если вам интересно, где и за сколько я покупал Scarlet, я напишу об этом в описании или комментариях. В дальнейшем я планирую записать видосиков по написанию транс-музыки, так что обязательно подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Плюс на канале будут выходить мои новые треки обязательно, в том числе и эксклюзивные ремиксы. Самая лучшая мотивация для меня это видеть, что то, чем я занимаюсь, интересно людям. Поэтому, пожалуйста, не поленитесь оставить ваш комментарий. Мне кажется, это самый лучший способ донести мне, что вам это было интересно. Буду крайне благодарен и признателен за это. А на этом все. С вами был Саша Аймун. Спасибо за просмотр. Саша Аймун. Саша Аймун.